Совсем скоро волейбольный клуб «Урал» стартует в новом сезоне чемпионата России. Но пока у игроков есть время, они решили поддержать своих коллег из хоккейного клуба «Салават Юлаев». На Уф-арене уфимцы скрестили клюшки с Владивостокским адмиралом. Пришли сегодня болеть за нашу команду «Салават Юлаев». Хотим пожелать им победы. Очень интересный матч, нам очень нравится. Димка пришел к «Салават Юлаеву» со своей женой. Тоже поддерживаем. И с большим случаем хотим пригласить болельщиков приходить на наши матчи. Какой город Адмирал? С Владивостока. Оттуда, откуда моя жена рода. Я за «Салават», она за «Адмирал». Интересно. Первый раз на хоккей вообще в жизни. Надеюсь, буду приходить сюда еще. Конечно, жалко, что они полные трибуны, что не до конца уфа арена забита. Но тоже очень хорошо. Будем надеяться, что «Салават Юлаев» сегодня выиграет. Интересно отметить, что в «Салавате Юлаеве» играет воспитанник уфимской школы хоккея Дмитрий Макаров. А за «Адмирал» выступает его младший брат Константин. Кстати, Константин как раз был одним из авторов в голов ворота юлаевцев. А Дмитрий в этой игре оформил дубль. Игра завершилась со счетом 6-5 в пользу гостей. В начале сезона генеральный менеджер «Салавата Юлаева» пообещал, что команда будет одна из самых открытых. Вот это мы вам гарантируем. Кубок Гагарина гарантировать не могу, но то, что команда будет открытая и общаться с прессой – 100%. На деле же оказалось все совсем по-другому. После поражения юлаевцы отказались общаться с журналистами. Лишь легионер Самилий Пест и молодой игрок Михаил Воробьев отчитались за всю команду. Не знаю, вроде все настраивались, готовились к игре. Бывает поражение у всех. Делаем выводы и будем выходить на следующую игру очень серьезно. Я считаю, что результат матча справедлив, потому что команда «Адмирал» действительно больше хотела выиграть. Они играли на победу, они были заряжены, двигались, бились, грызлись, делали все для того, чтобы выиграть в этом матче. И наоборот, наша команда, видимо, переоценила свои силы. И здесь я вижу, безусловно, проблему тренерской. Это чисто тренерское поражение, потому что мы не сумели достучаться до игроков, рассказать им, доказать, что игра с «Адмиралом» – это очень серьезное испытание. Поэтому я поздравляю «Адмирал» с победой. Они молодцы, они заслужили три очка. Команда после матча, неважно, после победы или после поражения, подавляющее большинство игроков не разговаривает с прессой, уходит из раздевалки. Вот это закрытое заговорит о каких-то, может быть, проблемах у коллектива. Это очень плохо, что команда так делает. Надо попинять нашему пресс-эташе. Должен донести, что игроки обязаны при любом исходе матча разговаривать с прессой. Спасибо, что вы сказали. Обязательно донесу это в команду. 28 октября «Слават Юлаев» на выезде сыграет с Нижегородским «Торпедо». Альфия Альяс, Валентина Таюкова, Градский телеканал ДТВ.